Добрый день, дорогие друзья! Всем добрый день! Шалом! Бонжур! Хелло! Значит, Бодер Тов! И мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас 21 Минахим Ава. 21 Ава, 18 августа. И мы находимся в той же самой книге, которая называется Айом-Йом. И сегодняшний отрывок. Всем шалом! Очень прекрасно, что у нас есть постоянные ученики уже несколько лет. Максим Перенчук, Бодер Тов, Дмитрий Латухов. Вообще прекрасные люди. Уже много лет мы начинаем утро с этого урока. Прям уважаю и радуюсь, что уже мы... Я лично уже 1300 уроков провел. Вот так 1300 уже. Это где-то 4-5 лет. Хорошо. Значит, сегодня первый отрывок книга Айом-Йом говорит нам любая часть Рэбэ в этой книге. Он приводит из предыдущих Рэбэ главные такие идеи, которые его отцепляли. Знаете, как человек, он постоянно учится. Он такой человек, который действительно не остановился в своем развитии, а продолжает развиваться и выводить из потенциала в реальность какие-то скрытые в нем силы и возможности. И вот тот, кто учится, он изучает книги великих людей разных, вот как мы сейчас изучаем. И Рэбэ любая часть, он выписывал вот те идеи, которые он считал важны. И вот он их, какая-то у него была, ну, он знал всю Тору. И он считал, что именно вот сегодня, именно сегодня 21 ава, которая в этом году выпала на 18 августа, именно вот Лазарю Француз из Лиля и Эстер Исраэль и Света Дмитренко и всем нам с вами и всему вообще еврейскому миру, то есть он думал обо всем мире еврейском и о нееврейском мире, а вообще о мире он думал в целом, потому что, например, вы знаете, он был инициатором, он поддержал, что в Америке во всех школах государственных вели минутную или двухминутную, какая-то короткая молитва, да, что начинай день с молитвы. И он очень на это поддерживал и настаивал, он говорит, это очень важно, чтобы дети в школе, в государственной школе задумались о том, что есть Бог. Пускай они эту минуту не молятся, пускай они эту минуту ничего даже не делают, но они знают, что государство в школах считает важным, чтобы дети минуту, там, или две минуты, или три, каждое утро поблагодарили Всевышнего за то, что он есть и за то, что он нам дает. Кстати, интересно, я думаю, что в этом является причина вот той вот невероятной силы Америки. Ну, по факту, Америка, она властвует над миром, ну, по факту. Есть Титай, можно сказать, что Титай сильная страна такая, да, но самая большая экономика мира, это Америка, почему на долларах написано In God We Trust, Богу мы доверяем. Сама фраза In God We Trust, не Богу мы верим, верить это belief, а trust это доверяем, да, то есть Богу мы доверяем, то, что на верите называется бетахон. На долларах написано. И как это им прикольно, что они могут печатать эти доллары в любых количествах и на эти доллары покупать все, что они хотят. Нефть, там, все, что они хотят, оружие делать, сколько угодно. То есть у них неограниченный ресурс, потому что деньги – это такая энергия этого мира. Вот, и если Юрий Разумный мне желает, чтобы дал мне 600 триллиардов долларов США, я согласен, если бы было у нас 600 триллиардов долларов США, то мы бы сделали бы, знаете бы, я бы тогда сделал бы так, чтобы урок Торы начинал бы, например, Брэд Питт, он бы начинал урок Торы, ну, он бы говорил, здравствуйте, на русском, спасибо, что пришли на урок Торы, сегодня 21-я Минахим Ава, и тогда этот урок Торы был бы там 50 тысяч человек, если бы Брэд Питт его начинал. А Брэд Питта, ну, нанять это, ну, я думаю, что если бы ему каждое утро платили бы, по 100 тысяч долларов, наверное, он бы начинал бы, открывал бы этот урок, да. Хорошо, теперь, что нам советовала сегодня Любавич Стеребе. Любавич Стеребе говорит так, действовать во имя хасидизма – это значит, что даже на рынке, полностью занимаясь своими делами, хасид должен думать о том, что он может сделать ради интересов хасидизма и для блага хасидов. Давайте разберемся в начале фразы. Кто такой фашист? Вот сейчас я прочитал, Микола Сахарчук, рашисты, фашисты, хасиды. Вот тут мы говорим про хасидов сейчас, а есть фашисты. Есть у людей идеология какая-то, в которую они верят. И если человек верит в какую-то идеологию, он себя называет частью этой идеологии. Теперь фашисты верили в фашистскую идеологию, а хасиды, они верили в идеологию хасидизма. В чем заключается эта идеология хасидизма? Идеология хасидизма заключается в том, чтобы не просто холодно так, ну там Тору поучил, ну заповедь выполнил, да? А чтобы делать это с огнем, с воодушевлением, с таким, знаете, с прямо вот эмоционально ярко, это была их идеология, что не важно количество, да, знаний Торы, выполнения заповедей, важно качество. То есть ты можешь взять одну заповедь, но включиться в нее всем сердцем и через эту заповедь соединиться со Всевышним. Это как бы в двух словах идеология хасидизма. И они изучали, они изучали не просто что надо делать, а они изучали как бы внутреннюю суть заповеди, да, глубинную суть, откуда они идут. Хасидизм, он говорит о вещах таких очень глубоких, то есть хасидизм это такое популярная интерпретация Кабалы. Кабала это тайный Торы, а хасидизм это такая народная интерпретация идей Кабалы, которые когда-то делал Бааль Шемтов, да. И значит, теперь, говорит нам сегодняшний совет, что хасид должен думать о том, что он может сделать ради интересов хасидизма и для блага хасидов. Даже во время работы на рынке и во время деловой встречи с тем-либо из знакомых бизнесменов, он должен постараться убедить его посещать занятия по хасидизму или фарбрендинг. Фарбрендинг это хасидское застолье. Значит, деятельность во имя путей хасидизма, личная обязанность каждого велики или малые его знания в учении хасидизма. Это мы сегодня изучили. Теперь давайте разберемся, как это работает. У человека постоянно есть внутри вот этот вот вопрос, вопрос жизненный. Что важнее, получать удовольствие и делать что-то для себя или делать что-то для других? Это все время есть вот этот вот вопрос, он есть всегда. Вот, например, Любовь Морган, да, она могла сейчас, может, она сейчас сидит, например, и смотрит урок, да, и пьет кофе. И она думает, а дальше что мне сделать? Или мне дальше продолжать для себя что-то делать, или мне сделать что-то для кого-то. То есть человек все время между вот этими двумя, ну вот на границе этого, да, для себя, для кого-то, для себя, для кого-то. Если ты делаешь больше для себя, ты вроде бы получаешь удовольствие, но через какое-то время образуется нить и вакуум такой, потому что люди, если ты для них ничего не делаешь, они не хотят с тобой общаться, они не дают тебе деньги, они тебе говорят, слушай, ну что ты эгоист такой вообще, ну что ты, это некрасиво, ты пользуешься нами. То есть все люди хотят, чтобы им тоже что-то делали. Теперь в духовном развитии то же самое. В духовном развитии человек, у него есть возможность уйти от людей и оказаться в такой стерильной атмосфере самоуглубления, самопогружения, самоисследования такого, да, а можно начать делать для других людей. Вот хасиды, они, особенно здесь, вот то, что сегодняшний совет нам, они говорят, это и есть работа над собой. Вот ты должен любого человека привлечь к изучению Торы, изучению и хасидское застолье. Это есть только у хасидов, то есть они, фарбриндены эти, я, честно говоря, у меня не выдерживают от этих фарбринденов. Там надо, они делают лыхаем, они говорят, мы не пьем, мы делаем лыхаем. Ну, как бы лыхаем это, то есть даже если они выпивают чуть-чуть, они это делают для того, чтобы как бы пробудить в себе вот это воодушевление, такое вот, ты меня уважаешь, знаете, как было, когда выпивают люди, ты меня уважаешь, уважаю, и я тебя уважаю. Значит, мы оба уважаемые люди. А у хасидов по-другому, заповедь же Торы, это возлюби ближнего как себя, и вот они выпивают, ты меня любишь, люблю, я тебя люблю, значит, все. То есть они пробуждают в себе любовь. А трезвый человек, особенно из бывшего Советского Союза, он так сказать не может. То есть, как? То есть это вообще, нас учили наоборот. Вот, скажи каждому все, критикуй. То есть только критикой ты можешь, типа, его исправить, да? И советские люди встречаются, да, друг с другом. Что-то ты сегодня плохо выглядишь. Что ты? Не следишь за своим здоровьем? То есть это вообще полностью, как бы, противоположное от хасидизма. Хасиды они друг друга любят, говорят все эти хорошие вещи. Все. Вот Дамир Партнер тоже уже сколько лет, я с Дамиром лет, больше пяти лет, наверное, мы познакомились. Тоже познакомились, можно сказать, на хасидском фарбриндене. Я помню, как мы с Дамиром познакомились. Я выступал на каком-то мероприятии в Казахстане. И на этом мероприятии подошел ко мне человек в конце, задавал вопросы. И больше как-то про иудаизм, про Тору. И как-то вот с тех пор мы с Дамиром вот общаемся, да, пять лет. И это именно было благодаря тому, что было на крыше, почему-то я помню сейчас, на крыше была такая, как пати, такая вечеринка, тоже делали ЛХМ. Но это была бизнес-встреча. Как раз я вот тогда, можно сказать, приблизил Дамира к служению Всевышнему, к Всевышнему, потому что как раз сделал то, что здесь написано, нам совет. Видите, как красиво? Иллюстрация такая. И вот Дамир каждый день на уроте Торы. Дальше, вторая книга. Вторая книга называется «Обретение неба на земле». И она как раз совпала на эту же тему. Вот очень интересно. Это две разные книги. И их в этом, в этой, то, что мы изучаем, сборнике соединил абсолютно третий человек. Рэбб написал о Йом-Йом на каждый день. Книгу «Обретение неба на земле» написал в Канаде человек по имени Фридман. Ну, вот вообще недавно совсем, на английском. Теперь какой-то человек на русском составляет этот сборник, который мы изучаем. Хитос он называется. И, да, Алматы, крыша, да. И, значит, изучает, составлял этот сборник, и он соединил эти две вещи. Как он их сегодня соединил? Ответ тому, кто написал, что намерен заботиться о своем эго в ущерб общественной деятельности. Значит, это он брал идеи Рэбы. И он, значит, ответ тому, кто написал, что намерен заботиться... Кто-то написал Рэбе, что собирается заботиться о своем эго в ущерб общественной деятельности. Значит, Рэб ему ответил так, а бывает ли вообще эго без активной деятельности? Ты говоришь, что ты хочешь заботиться о своем эго. Эго это как бы свое я, своя личность. Но есть ли эго без активной деятельности? И Рэб ему ответил, лучше надменный деятель, чем эгоцентричный бездельник. Значит, кто такой эгоцентричный бездельник? Он настроен на себя, и он настроен на то, чтобы получать удовольствие. И он такой эгоцентричный бездельник. Вот как можно к себе привлечь внимание? Знаете, проще всего. Вот если человеку он говорит, я хочу, чтобы все на меня смотрели. Он, значит, оденет какую-то такую странную очень одежду, какую-то, особенно если он в возрасте, он оденется там в какие-то фиолетовые очки, там, да, какие-то вообще непонятные, покрасит себе волосы в 50 лет или в 60. Есть такие персонажи, которые в 50-60 лет, мужчины, одевают цветные очки, красят себе волосы. И они, это называется эгоцентричность. Эгоцентричность. Посмотрите на меня, типа, вот обратите на меня внимание. Я совершенно вот такой вот необычный человек. Ну, хорошо, на него посмотрели, сказали, ну, фрик вообще, вообще фрик невероятный. Это эгоцентрик. Теперь этот же человек, я говорю сейчас конкретно, представляю конкретного человека, он может развивать огромную общественную деятельность и делать добрые дела, и он может помогать людям, и он может, развивая такую же общественную деятельность, большую, он это может делать, опять же, для своего эго. Он скажет, какой я вообще красавчик, я... То есть, это разница между эгоцентриком и тот, кто заботится, тот, кто раздувает свой гордец. Вот, так скажем, эго есть гордец, да, который я самый крутой. И есть эгоцентрик, я уникальный. Это оба, как бы, они думают о себе очень много. Но тот, кто самый крутой, он должен как-то это доказывать. И он развивает активную деятельность и может сделать много добрых, хороших дел, доказывая, что он самый крутой. А эгоцентрик, он просто привлекает к себе внимание, да? И, значит, ну, бывает, что это соединяется в одном и том же человеке. Корень всего это, вот это эго, я. Да, но выражение, Ребе сказал, пускай лучше будет, пускай он будет надменный деятель, лучше, чем эгоцентричный бездельник. Ну, опять же, я сейчас не назвал никаких фамилий, просто где-то в ком-то это выражается, кто-то на виду. Но, опять же, если вы говорите про Гаррика Карагодского, он делает очень много добрых дел. Он помогает, невероятную помощь людям развил, невероятную. То, что я знаю, ему за это прямо честь и хвала. И Всевышний наверняка ему не зря дает деньги, богатство там и так далее, потому что он делает очень много добрых дел. Но одновременно можно быть эгоцентриком и фриком, который привлекает к себе внимание, ведет себя очень, ну, очень просто своим вот этим необычным видом, привлекает к себе внимание, что является, ну, чистым видом эгоцентрик, ничего не делает для других, а просто провоцируя их на то, чтобы они забыли про все свои дела и сказали, вот это да, такого я не видел. Хорошо, двигаемся дальше. Сегодня переходим к хумашу. Серьезное, очень серьезное обучение, изучение Торы. Значит, пятикнижие, хумаш, письменная Тора. Маше Робейну перед смертью, обратите внимание, он только перед смертью решил увещевать еврести народ. И Яков только перед смертью собрался на весь, сказал о моих недостатках. Почему? Потому что когда ты говоришь человеку о его недостатках, с одной стороны, это его зацепит, это его обязательно, обязательно зацепит, если ему сказать о его недостатках, он это запомнит. Но с вами он больше общаться не захочет. То есть, возможно, я помню, у меня был один случай, я как-то одному человеку говорю, вот ты знаешь, ну вот я понимаю, что это тебе будет неприятно, но я готов, потому что я к тебе так хорошо отношусь, что я тебе готов сказать что-то, что тебе надо в себе исправить. И знаете как, это как в анекдоте с ломом, когда мужик плачет, и его второй спрашивает, что ты плачешь? Он говорит, да у меня хулиганы напали, деньги забрали, уже уходили. Я увидел лом, он на земле лежал. Я им крикнул, эй, козлы, идите сюда. Они возвращаются, я за лом, а он к земле примерз, не смог его от земли оторвать. Он говорит, зачем я их позвал? Вот это я не понимаю, зачем я их позвал. И зачем я это сказал, я не понимаю. То есть человек на меня обиделся, ничего он в себе не исправил, ничего они, вообще ничего я этой критикой не добился, попал в очень неприятную ситуацию, потому что, ну вот как бы все кажется, что скажет человеку что-то, и он как бы, вот я, например, когда приводил пример, да, фрик, зачем, то есть может быть, он считает, что это нормально. От того, что я сказал, что это с моей точки зрения, и с точки зрения каких-то людей ненормально быть фриком, эгоцентриком в пожилом возрасте. Ну он это знает, наверное, это мнение, да. Но единственное, что я и так с ним в нехороших отношениях, он публично против меня выступал, поэтому я, в принципе, ничего не выигрываю от этого. Не проигрывая, не выигрывая, значит, каждый на своей волне. У каждого Абрама своя программа, у каждого Додика своя методика. Поэтому нам нужна Тора, которая регулирует, что можно говорить, что нельзя, что правильно, что неправильно. Хорошо, Машер Абейну им говорит, сказал им увещевание, он им говорит, как вы могли Бога гневать столько раз, это вчера мы изучали. И сейчас он говорит, а теперь, говорит Исраэль, народ Израиля, да, теперь Исраэль, что Бог всесильный твой спрашивает, требует от тебя. Значит, это, знаете, как, что ты хочешь? Что ты хочешь, спрашивают кого-то, да? Он говорит, практически ничего, только это. И дальше идет перечисление, еще много чего. Но когда начинается с Ират Ашем, страх перед Богом, да, то это самое главное. Это самое главное, потому что без страха перед Богом все другие чувства, эмоции, они не заставляют человека действовать по-настоящему, кроме как страх. Вот смотрите, если, вот просто представьте ситуацию, вам надо сейчас пробежать 100 километров для того, чтобы выполнить какую-то заповедь. 100 километров. Ну, то есть, на первый взгляд, каждый человек скажет, да куда пробежать, я 100 километров не пройду. Если идти 100 километров пешком, это 20 часов надо идти пешком примерно, да, если идти, ну, средним таким шагом, 20 часов. Ну, кто пройдет 20 часов пешком? Вряд ли кто-то пройдет 20 часов пешком. Ну, если вам скажут, послушайте, если вы не пройдете сейчас 20 часов пешком 100 километров, вам обрежут там ноги, руки, отрежут просто, и все. Я думаю, что каждый бы попробовал, каждый бы попробовал пройти 100 километров, и я думаю, что от страха потерять руки и ноги шел бы до последнего. Ну, то есть, до последнего и дошел бы 100 километров, я думаю, большинство дошли бы, я думаю, почти все дошли бы. Страх наиболее сильная и стимулирующая эмоция, которая есть у человека. Поэтому Всевышний через Маши Рабейну, он именно это и говорит. Если вы будете бояться, все остальное вы будете делать. Будете ходить по путям Бога. И для чего это все нужно? Для чего это все нужно? Значит, дальше следующий отрывок. Будете выходить, служить Богу всем сердцем, всей душой. Лишмор Митсвот Ашем, чтобы соблюдать заповеди Бога, его постановление, которое я заповедую тебе сегодня. Для чего? Литовлыха. Для того, чтобы сделать добро тебе. То есть, Бог, он сделал... Вот смотрите. Значит, если бы люди были роботами... Многие спрашивают, зачем все эти сложности? Ответ. Значит, если бы люди были роботами, то им не было бы никакой награды за то, что они выбирают Всевышнего. То есть, Всевышний сделал человека со свободой выбора. Есть свобода выбора. Хочешь, выполняй заповеди. Не хочешь, не выполняй. Хочешь, верь в Бога. Не хочешь, верь во что-то другое. То есть, полная свобода выбора. Ты человек по образу подобию Бога создан. Все, ты свободен. Теперь. Если ты выполняешь заповеди, то тебе положена вечная награда, вечность, добро, удовольствие. Удовольствие, ну, то есть, как бы квинтэссенция того, что в этом мире называется удовольствие, любовь, добро. То есть, то, что мы здесь чувствуем позитивные эмоции, какие-то, любовь, радость, счастье и так далее, это все маленькие-маленькие отражения того, что Бог хочет нам дать как награду за то, когда мы с Ним соединимся. То есть, это невероятно. Это высший вообще, высший кайф, да, который только может быть. Возьмем, представьте, вот вам говорят, если ты будешь делать определенные действия, вот бриллиант, который стоит там миллиард долларов. Вот это награда, это бриллиант. Теперь, но чтобы было честно, мы ставим на вторую чашу весов, мы ставим какие-то запрещенные удовольствия, которые дают тебе радость сейчас. Бриллианты это то, что надо найти, продать, получить. То есть, это такой головняк-головняк, бриллиант далеко. Но он настолько ценный, что просто, ну, невероятно ценный. Но далеко, очень далеко. Чтобы все, кто... Я вообще молюсь, чтобы и ваш брат, и все, кто сейчас на войне, чтобы все остались живы, чтобы война остановилась. Война, если честно, должна остановиться. Это страшно, то, что творится. Это глупо, страшно, бессмысленно. Значит, 40 тысяч человек или там 50 убитых, просто 50 тысяч. За что? Чем было плохо? Не было плохо. Не было плохо, было хорошо. До войны было хорошо. Всем было хорошо. До 2014 года тоже было еще лучше было, да, до 2014 года вообще было, ну, не... Самое лучшее время, когда нет войны. Это идеальное время. Когда война, это страшно. Это страшно, это смерть. И в итоге войны будет то же самое, что было до войны. Не будет другого. То есть, ну, поэтому смысл в этой войне. Я не вижу смысла в войне. Я вижу смысл, чтобы мы все молились за мир, и чтобы в... Вот мне, что удивительно, при любой войне весь мир обычно старается, чтобы, ну, усадить, остановить. Сейчас почему не стараются? Я слышал, что сейчас приехал из ООН, этот, главный, чтобы говорить о том, что, ну, нужно остановить войну. Люди не должны умирать. Ну, не должны 40 тысяч молодых людей. За что? Но для чего? Бессмысленно. Это страшно, что умирают. Тут одного убивают человека на улице, и об этом пишут все новости. А когда тысячи, десятки тысяч умирают, это страшно. То есть, вообще должен наступить мир как можно быстрее. И вот, значит, я сейчас вернусь. То есть, почему Бог нам дает вот эти вот такие страшные вещи, как война, например, и так далее. То есть, для того, чтобы честно заработать вот это вот большую вечное удовольствие, нужно отказаться от каких-то краткосрочных запрещенных удовольствий и выполнить какие-то трудные сложности, как полоса препятствий, квест. То есть, так работает. И когда ты выполняешь этот квест, ты получаешь вечный кайф. Теперь, ну люди, если люди выбирают краткосрочные запрещенные удовольствия, то за это они получают наказание глобально весь мир. То есть, например, если в какой-то, я приведу на простом примере, на простом примере, как люди в обычной жизни выбирают краткосрочные запрещенные удовольствия и потом за это страдают. Значит, живет человек, у него есть семья, дети, жена, и он должен в своей семье не быть эгоистом, им помогать, делать хорошо и так далее. Теперь, есть какая-то девушка легкого поведения, которая ему говорит, слушай, брось их всех, давай кайфанем. Значит, хорошо, он бросил их всех, на месяц с ней там уехал, на неделю, на месяц, все. Потом, значит, она переключилась на кого-то более там богатого, успешного, обеспеченного. Он остается без жены, без детей, без этой девушки легкого поведения и с плохой репутацией. Пример, пример. То есть, он выбрал краткосрочное удовольствие. Самый яркий пример, человек сидит и говорит, что-то мне в жизни удовольствия не хватает. Вот я сейчас там выпью стакан водки, мне полегчает. Выпил, полегчало, но пьяный потерял работу. То есть, у нас есть способ получать быстрые, легкие, запрещенные удовольствия и терять большое долгосрочное удовольствие, которое надо зарабатывать. Все в этой жизни идет по этим весам. И Бог говорит, бойся Бога, чтобы у тебя была мотивация. Соблюдай заповеди, и я тебе дам вечное добро. Все. Значит, ну дальше, опять же, он эту мысль повторяет с разных сторон. И он говорит, послушай, если ты считаешь, что тебе кто-то, что-то где-то поможет, кроме Бога, это ошибка. Потому что Бог всесильный ваш, он всесильный над всеми силами. И он господствует над всеми, то, что тебе кажется, что у них есть свое воля и заявление. Аэль Агадоль, Бог великий, Агибор, мощный, Анура, страшный, который лои сапаним в лои как шохат. И для него нельзя дать ему взятку. Нельзя дать ему взятку, потому что он Бог. Это справедливость, это истина, это система. И значит, он вершит суд. И он делает, и он заботится о каждом, о сироте, о вдове, любит пришельца, давая ему хлеб и платье. Все. Чтобы были легкие роды, чтобы было всем здоровье, чтобы мы все боялись Бога, любили Бога, выполняли его заповеди, и чтобы Бог, значит, выполнил все запросы нашего сердца для нашего добра. Все. И помним сегодня, давайте приближать других к служению Всевышнему, это очень важно. Все. Удачи, успехов. Всего хорошего.